всем привет из солнечной греции с вами юля и вы находитесь на канале вышивки крестом я сегодня к вам с большой радостью как вы уже поняли у меня финиш ура я закончила моих чудесных котиков от дименшенс набор называется кто за кем наблюдает и размер этой работы посмотрим на нашу обложку 18 на 41 сантиметр немножко истории по поводу этой работы сейчас я показываю ее немножко в таком диагональном положении потому что она не помещается в кадр но чуть-чуть похоже я покажу все детали более подробно с близкого расстояния поэтому вот как бы для общей картины показываю немножко вот так немножко истории о этом дизайне я его начала два года назад был такой проект месяц апрель месяц стартов и я там началом около 12 по моему процессов да и я такой человек что я стараюсь чтобы доводить дело начатые дела до завершения поэтому эти процессы которые я начал я их постепенно отшиваю половина у меня отшита у меня иногда спрашиваю девочки а что случилось теми процессами у меня половина процессов отшита дело в том что естественно я начинаю много новых дизайнов бывают такие дизайны которые захватывают и ты их вышиваешь от начала до конца а есть процессы которые вот начал но потом по какой-то причине не останавливаются и им нужно как бы созреть нужно подождать их время когда придет настроение и этот процесс пойдет вот но в данном случае процессы затормозились потому что я их начала очень много сразу 12 штук плюс еще мне были какие-то начатые процессы я в принципе очень надеялась что я их все завершу но а у меня начались курсы работа был очень тяжелый график на целый год я выпала из вышивки я ничего вообще не вышивала поэтому соответственно вот что у меня было как говорится в то время с этим я и снова вернулась на youtube и к вышивке поэтому я какие-то процессы и стареньких стараюсь завершить но в то же время хочется себя баловать и новыми стартами потому что есть покупки настроение меняется и хочется себя чем-то порадовать ну вот значит этот наборчик я начала еще в 2017 году он у меня очень так вяло вышивался вышивался с середины сначала у меня была вышита вот серединке вот эта птичка немножко здесь скворечника потом все это было отложено но постепенно я когда стала возвращаться к этому дизайну я стала идти вышивать вверх ну хочу сказать что работа очень легкая на самом деле много полокреста поэтому вышивается очень легко и интересно и вот вышивала я вверх здесь скворечник мне очень нравится его цветовая гамма до палитра в каких красках он выдержан покрашен не знаю как сказать птичек очень люблю сосульки здесь вот такие вот очень просто вышиваются елочные веточки присутствуют для создания атмосферы и из бэкстич здесь идет в 3 ниточки такими длинными стежками он вышивается не бэкстич называется как-то по-другому я уже забыла длинными стежками в 3 ниточки вышивается я надеюсь вам видно сложно мне сегодня было выставить освещение в общем я шила шила эту работу и вот где-то на таком участке она у меня опять отложилась и вот недавно я вернулась и так как я не люблю вышивать сверху вниз и я решила что я сделал полностью разметку и начнут снизу вверх то есть у меня была вышита вот эта часть и потом я приступила вышивать с снизу вверх и вот где-то на этом этапе начался у нас наш совместный проект мои любимые коты 2 эта работа стала вдохновительницей на совместный проект и чему я очень рада у нас получилось очень теплая хорошая компания и в этой компании мы вышиваем котиков и у меня много котиков я специально вам не показываю свою коллекцию котов чтобы оставить какую-то интригу и немножко так для себя тоже оставить интригу и не соблазняться и начать все все и сразу поэтому я буду постепенно вытаскивать по одному наборчику дизайну и стартовать вот низ работы вышиваются тоже полукрестом вот очень легко и быстро вышивается есть по-моему здесь три в две сложения нитки синий не ошибаюсь я уже не помню честно скажу корзиночка просто вышивается он получается очень объемная красивая несколько цветов бэкстича используется и вот этот интересный эффект крест и полукрест в одну ниточку получается создается вот это переплетение до объемные хвосты вот как дименшин сумеет передавать вот эту вот окраску котов хвосты и классный вот хвостики и мышка посмотрите вот она так увлеклись коты наблюдением за птичками что пропустили мышку вот сидят такие внимательные взволнованные хвостами виляют и думают о птичках но они за стеклом и не могут дотянуться до этих птичек а птички тоже зная что они в безопасности поэтому очень весело и игриво щебечет за окном и дразнит кошек но это я себе так представляю работа очень душевная очень приятный здесь оттенки и вышивается очень очень легко поэтому я ее смело рекомендую даже начинающим вы можете взять и запросто вы справитесь здесь нет особо сложного бэкстича из бэкстича здесь корзинка вышивается несколькими цветами бэкстича конная рама ну конечно же птицы немножко скворечник коты по чуть-чуть вот набросил бэкстич очень легкий бэкстич поэтому правда здесь вы не устанете вот такая красивая работа у меня получилось очень очень я рада что я ее завершила давно я хотела этих котов отшить в свою коллекцию и наконец-то все получилось а что по ниткам по ниткам в принципе всего хватило за исключением двух цветов вот первый цвет у меня не хватило вот такого коричневого цвета коричневого вот он был добавлен здесь из палитры дмс не помню номер уже не буду искать и я даже не знаю почему мне его не хватило так как работа два года в процессе может что-то и потерялась я не буду утверждать не буду говорить ничего на производителя но вот чуть-чуть мне не хватило и я этот цвет заменяла на дмс 422 номер а также мне здесь не хватило номера 15 360 это такой коричневый темно-коричневый цвет видите остатки я вот так скручиваю на планшетке и не пойдут запасы ну ниточек здесь у меня осталось каких-то цветов по нескольку ниточек вот именно ниточек где-то пасмочка осталось такой маленький знаете запас очень маленький вот и вот не хватило нитки 15 360 к счастью у меня в моих запасах по набору по наборам дименшенс у меня была эта ниточка и у меня было их две пасмы почти две пасмы у меня ушло я добавила ниточки представляете слава богу что вот нашлась эта нитка потому что коричневые серые цвета очень тяжело подбирать и тут коты как раз все намешено но хорошо что все завершилось хорошо и коты мои завершились и у меня есть готовая работа я прям старалась очень старалась дошивала здесь марафонила вот но все готово готова немножко еще поближе покажу немножко пройдемся покажу вам детали я тоже всегда очень люблю рассматривать детали вдохновляться соблазняться на отшив на работу сегодня у меня единственное с освещением как-то не очень не могу я настроить вроде бы и свет есть я он не очень удачный у меня то ли его сильно много то ли как-то неудачно его выставила хочется надеяться что при монтаже все будет хорошо ну вот видите какие здесь красивые оттенки краски очень мне понравилась работа и мужу очень понравилось он когда я увидел эту красивая красивая кстати по разметке у меня здесь была разметка карандашом прим синим карандашом прим да такие знаете в наборах маленькие карандашики толстенькие не вот эти тоненькие прима толстенькие и и все отстиралась я конечно замочила горячую воду ну не совсем горячую такой 40 градусов с мылом натерла все так мыльцем хорошо рукой потерла потерла оставила немножко чтобы полежала и все отмыло все красиво все хорошо я рада единственное я не рада тому что я вот в этой работе не обработала края основы я обычно обрабатываю лаком для ногтей это очень удобно очень практично и не при стирке ничего потом не бах махрится и приглажки они тоже остаются но более менее нормальными там не такими не колется вот а здесь я не обработала и поэтому при стирке конечно немножко размахрилась размахрились края вот знаете лень это плохое дело я вам показываю это к тому что если кто-то не обрабатывает края своей работы как я лениться вот не ленитесь потому что когда вышиваешь они не махрятся а вот когда постираешь вот тогда они начинают махриться эти края и я всегда у тебя ругаю что нужно всегда с самого начала обрабатывать края ну вот видите тогда спешила не обработала поэтому поэтому вот так но что еще хочу сказать по оформлению пока наверное нет не буду оформлять не входит в планы собирается коллекция котов может быть потом все вместе я их оформлю мурчащих пока она у меня висит на таком треппеле есть застежками маленькие от каких-то таких вещей он как раз по размеру основы и я его повесила и себя в комнате на этот на гвоздик и любуюсь вот так как есть пусть повисит я на него полюбовь на эту картину я же так долго старалась вышивала что же прятать сразу в рулон надо насладиться теперь результатом цветами красками и всем остальным а потом там пройдет не знаю время потом уже уйдет в рулон но мне понравилось вот так внутри на треппель повесить и можно любоваться той работой которую хочется видеть но у которой пока нет возможности оформить это вот такой вот как вот мне идея произошла вот так как у меня эти котики уже завершились а совместный проект у нас продолжается естественно вы понимаете что я планирую начинать новых котиков а что я буду начинать вы увидите через секундочку поэтому не переключайтесь ждем у нас продолжение итак я долго думала выбирала это был такой очень мучительный процесс потому что я хотела начать даже несколько наборов с котами сразу но взяла себя в руки и я остановила сказала что юля надо один один пока нужно начать а потом будет видно вот и какие здесь красивые оттенки зеленый насыщенный красный темно зеленый синий сочные красивые летние невероятная палитра эта палитра меня очень сильно соблазнила и я остановила свой выбор на наборчике как вы наверное догадались это золотое руно а что за дизайн давайте посмотрим опа вот такие свечи вот такой замечательный летний теплый тоже дачный дизайн называется на крылечке кстати у меня сегодня суббота 3 августа у меня первый день отпуска у меня сегодня очень счастливый день поэтому в этот день просто обязательно нужно начать наборчик себя порадовать и отпраздновать скажем так отпуск знаете вот за много много лет первый раз я так рада и так счастлива своему отпуску очень был тяжелый год и все предыдущие годы мы так много работали что знаете наверное накопилась усталость и хочется просто отлеживать пока спать подольше отдыхать баловать себя покупками подарками красивыми наборами вышивками и общением с вами и сегодня в этот день первый день моего отпуска я буду начинать вот этот очень прекрасный очень теплый дизайн значит размер работы будет 35 на 37 сантиметров совсем не маленькая такая работа дизайнер Крумина Елена очень нравится мне этот дизайнер разработки Крумина наборчик запечатанный видите купила я его уже очень очень давно но все руки не доходили поэтому я решила что нужно начинать снимаем пломбу убираем шуршащие все эти пакеты все набор предстает перед нами без этой пленки давайте начнем с просмотра еще раз покажу вам картинку обложку шикарная картина мне кажется получится очень сочная эти вот коты вот это я в отпуске належиваю в боках так там так хорошо что даже воровушки которые здесь присутствуют наверное чирикуют шумно они даже на них не обращают внимание яблоки сочные очень люблю яблоки зелень мой мой мне сейчас хочется его вышивать так давайте посмотрим что у нас здесь на пять процентов ну что надо воспользоваться пять процентов так наборы золотого рно укомплектованные конвой от свайга и мне попалось вот именно со строчкой если девочек попадается без строчки но это может быть потому что может быть серединка выездная ничего страшного здесь очень большой отрез сейчас я вам его не покажу не поместится в кадр но я очень люблю основу от свайга это самая самая любимая моя так что она здесь за размер основы я не прочитала почему я не прочитала где написано почему-то не нахожу но по-моему это шестнадцатый мой любимый размер а и по ниточкам не сказала 47 цветов мы сейчас к ним доберемся к ниточкам так вот они ниточки я так давно не вышивала золотое рно мне так интересно так соскучилась 47 цветов великолепнейших оттенков вот так положим белую основу у нас и будем раскладывать вот чтобы вам было видно хорошо сколько здесь планшеток они так интересно здесь сложены одна в одну ну ниточки здесь нарезаны коротко как вы знаете ну ничего страшного так здесь у нас беленькие серенькие зелененькие вот смотрите красные и зеленые площадки тоже сложены в два раза вот если разложить полностью вот так она будет так сейчас вот так она будет да такая длинная я конечно так не буду с ними работать их и много и длинные и они немножко тоненькие просто с номерками я буду сейчас все это организовывать на органайзере поэтому поэтому вот так показываю вам просто чтобы вы посмотрели на всю эту красоту боже какое сумасшествие цветовое а вот такие есть ниточки тоже приятные песочные коричневые темно-зеленые серые красивые красивые такие цвета смотрите обалдеть какой набор боже я так счастлива я очень счастлива сегодня так ну давайте посмотрим а что у нас со схемой насколько у нас здесь будет много работы так у нас представлено 6 фрагментов 6 фрагментов так но работа это не маленькая 35 на 37 да приличная вот он ключ смотрите здесь ох ключ такой у нас ключ сколько у нас здесь чистых оттенков по номерам по номерам непонятно сколько чистыми идет есть бленды есть бленды есть полукрест есть чистые цвета да здесь такая работа серьезная вот инструкция конечно присутствует давайте посмотрим на схему ой тут много листов схемы девочки много большие А3 формат правильно говорю 2 листа 4 А3 так сколько листов 1 2 3 4 4 5 6 значит фрагмент это идет один вот такой большой лист формата А3 так что по схеме я смотрю схема очень классная крупная четкая понятная хорошо видны линии которые окраничивают квадратик 10 на 10 крестиков и схема очень простая я вот так вот пролистала когда считала я посмотрела здесь есть такие участки большие участки вышиваются одним цветом вышивается здесь в основном все участками поэтому вышиваться будет легко нет заморочек нет может быть где-то и будут совсем маленькие участки но вот не без этого же да всегда бывает вот есть в катах в основном очень-очень простая схема и я обожаю схему золотое руно она такая четкая такая грамотно продуманная знаете хоть она и черно-белая но значки подобраны так аккуратно что то глаз не путается не не нужно ничего размечать отмечать маркерами даже здесь все хорошо выделяется это большой плюс у всех производителей такое получается здесь вот очень все грамотно так схемка у нас хорошая инструкция есть ключ есть ну что мы с вами посмотрели содержимое набора еще раз полюбуйтесь на всю эту палитру ниток пока они еще вот таком вот в своем действенном положении не тронуты потому что сейчас я буду их организовывать вот на такие вот органайзеры которые я купила на алиэкспресс недавно я показывала в своих покупках вот я сейчас буду сюда организовывать подобрала вот такой малиновый но мне одного наверное не хватит конечно же нужно будет взять еще один органайзер и все сюда подписать значки как я люблю чтобы мне было удобно так мне сейчас предстоит вот этот процесс организации обработки основы разметки как только я завершу вот эту всю первую подготовку я к вам вернусь и покажу как у меня все получилось итак у вас пролетела буквально секундочка даже меньше у меня прошло много времени чтобы мне выполнить определенные действия в частности по работе с основой у меня сегодня такая камера которая не с широким захватом поэтому не все помещается в кадр буду вот так частями показывать значит в первую очередь как я и говорила я обработала края основы лаком для ногтей все подсохло все очень замечательно я выбрала такой нежный цвет знаете в этом тоже есть своя прелесть можно выбирать разные оттенки и красить яркими бессветными или нежными ну как вам нравится да вот и я расчертила половина работы чтобы мне было удобно при вышивке я люблю вышивать с разметкой здесь белая основа такая приятная нежная цвагра так соскучилась по основе цвагра буду вышивать с удовольствием и так половину работы вот такой участок я разметила это тоже время да нужно все просчитать все разметить все подготовить так опять же картинка чудесные коты нежатся на солнце так так также была проделана работа по подготовке моих органайзеров здесь я использовала два органайзера потому что используется сорок семь цветов есть бленды и есть полукрест и так что я сделала ну я нарисовала конечно же все значки вот на этом органайзере у меня полностью идет все то что крестом так ну у меня не очень конечно мои художественные способности ну как могла и я навешала по нескольку пасам где побольше где поменьше но не все нитки потому что конечно сюда они не очень помещаются не так как в паках отлилась на телефон и так возвращаюсь значит проделала я определенные подготовки с по разметке значков развесила ниточки очень здесь короткая нарезка ну что делать золотого руна вот так ну и что буду брать по две ниточки складывать их и вышивать так это первый мой органайзер я видите выбрала в цвет работы один такой малиновый а второй зелененький мне кажется в цвет работы прям будет прикольно значит на втором органайзере у меня тоже есть немножко крест я эти значки тоже темно-синим цветом нарисовала бленды точно так же а полукрест чтобы не запутаться я нарисовала красным цветом хотя они на по схеме тоже идут черным цветом но я нарисовала красным потому что будет мне бросаться в глаза что это полукрест здесь нет места чтобы написать что это крест-полукрест по значкам и не хочется мне постоянно смотреть в ключ поэтому я знаю что у меня здесь все крест с исключением бленда вот бленды нужно будет как-то может быть сразу навесить бленды не знаю подумаю блендов здесь ну достаточно много вот 9 цветов вот с этой стороны вот это все у нас бленды ну ладно вот на первые как бы так на первые на первую для начала для начала я думаю это будет достаточно организация но дальше конечно какие-то моменты если будут выявляться будут уже корректироваться по ходу дела ну что и теперь нужно мне определиться на чем я буду вышивать так как здесь у меня достаточно широкая основа да работа указана на 35 на 37 но отрез 49 на 49 сантиметров мне бы не хотелось вышивать на кюснапах потому что кюснапы у меня остались маленького размера а здесь очень большой будет кусок основы модуляции и мне это не нравится я решила вышивать на раме поэтому у меня будет небольшая такая как бы смена процессов эта работа пойдет на раму а мой текущий процесс античный шарм пойдет на кюснапы потому что там маленькая основа он небольшой процесс а этот дизайн он достаточно такой большой и так поэтому я сейчас пойду выполнять вот эти задачи и покажу уже конечную мою подготовку видите на подготовку уходит очень много времени не так что прям взял прям открыл набор и пошел вышивать надо организовать хорошо процесс чтобы легко можно было к нему приступить повышевать отложить у меня сейчас ротация процессов есть время я в отпуске поэтому мне хочется чтобы у меня было разнообразие вот пойду выполнять еще вот эти действия и уже все вам потом в итоге покажу ну и завершающие этапы подготовки все моя основа натянута на мой станочек на раму вот так рама здесь на 60 сантиметров поэтому очень хорошо подошла и рама и очень хорошо натянулась у меня здесь основа обложка опять же такие ну вот они готовые ниточки органайзеры ждут вот вот они так и все будет храниться у меня вот в такой вот коробочке она размером как а4 красивая коробочка вот так открывается кстати вот они нитки оставшиеся которые я буду постепенно довешивать на вот эти маленькие органайзеры они здесь будут храниться вот так еще раз вот так вот очень удобные коробочки они недорогие покупаю я их у нас в хозяйственном ну товары для дома не хозяйственные товары для дома правильно сказать вот и съемка сверху и вот так вот все закрывается можно хранить либо под станком вот так я храню когда не вышиваю ну и когда вышиваю все открываем и все здесь у меня готово все организация у меня проведена скажем так успешно теперь мне нужно теперь уже не нужно уже можно приступать к процессу делать первые крестики но сейчас мне нужно убегать поэтому у меня не получится сесть и сделать первые крестики показать вам что у меня получится если будет возможность то я оставлю потом еще какую-то вставку сделаю включение если нет я желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч присоединяйтесь к нашему совместному проекту мои любимые коты 2 вместе всегда веселей ну что всем пока ну что снова здравствуйте я возвращаюсь после нескольких дней паузы как я показывала в прошлом фрагменте включение что я собиралась идти делать несколько первых крестиков на моем новом процессе от золотое руно на крылеечке и вроде бы я так и планировала но придя к моим процессам взгляд мой упал на часы сделать своими руками и я решила сделать несколько заветных крестиков чтобы работа потихоньку продвигалась ну а потом я думала дальше переключиться на моих котиков но сделать несколько крестиков у меня на конве обрисовалась главное здание ратушь наверное полностью вышилась крыша и мне оставалось вышить буквально совсем чуть-чуть несколько башенок вот с левой и с правой стороны вот эти две башенки но как вы понимаете когда уже работа здесь практически завершена совсем чуть-чуть какие котики нужно было поскорее завершать работу ну в общем то два дня я уделила этой работе я дошивала крестики бэкстич какие-то детали ну и решила не снимать отдельное видео а сделать еще одно включение и добавить видео о моем финише с котами старте также с котами ну будет еще один финиш будет вот такое видео с двумя финишами и одним стартом ну и так напомню что это набор сделать своими руками волшебные часы размер работы изначально был 30 на 95 сантиметров ниточки здесь шерстяные кстати вот они остатки чуть попозже к ним вернусь но у меня работа получилась намного меньше потому что я решила не вышивать полностью всю эту стойку и перетяжной механизм да сделать просто замок и я вот таким образом обрезала где-то на каком-то уровне и у меня будет просто вот такой вот замок ну вот такая обложка оставляю я обложку в стороне и немножко хочу пройтись по схеме показать вам какая здесь в наборе была схема схема глянцевая она большая на большом листе вот из двух сторон с одной стороны вот он механизм который нужно было вышивать часовой с другой стороны непосредственно вот этот сам замок что хочу сказать так как схема глянцевая не очень удобно конечно с ней работать потому что бликует и вот сейчас не знаю видно на камеру или нет блики есть и это не очень удобно да сама схема она не сложная мне совершенно не нужно было ничего отмечать зачеркивать и бэкстич виден очень хорошо но вот такой нюанс есть присутствует в этой схеме некоторые значки немножко отличаются от значков которые показаны по ключу вот в частности я вам покажу номер 13 да посмотрите вот номер 13 светло-гняной и как он выглядит на самой схеме видите есть немножко отличие вот эта точечка эта точечка и вот он этот цвет видите и по оттенку отличается и как бы по по усиленонесению этой точки вот есть еще такие значки которые ну нужно как бы догадываться что это действительно этот значок вот в частности номер 6 сейчас тоже найду где-нибудь вот смотрите вот они эти кружочки да и вот вот сам кружочек он того же размера но цвет окошка отличается так что здесь еще есть а ну вот этот по-моему тоже значок где он вот такая палочка сейчас я вам ее найду абсолютно разный цвет да на значке и на на ключе и на схеме вот такой вот есть нюанс ну конечно здесь цветов немного 21 свет можно разобраться ну сам факт как бы есть факт что есть какие-то такие вот нюансы вот это то что касается схемы схема уходит в сторону и перед нами предстает работа готовая работа красота вот посмотрите как она выглядит вот набложка один в один вот так я надеюсь видно хорошо работа получилась конечно красивая яркая мне здесь теперь все нравится знаете у меня по поводу этого дизайна этой работы были очень неоднозначные чувства и эмоции в начале я загорелась мне было очень интересно вышить этот замок я даже в начале думала что я вышлю полностью всю работу оформлю как часы и может быть куплю механизм сделаю чтобы это были прям вот настоящие часы мне были такие задумки но в процессе отшива менялись мои ощущения и я понимала что заводить в доме вот такую огроменную работу такие вот часы на один метр это не лучшие не лучшая идея поэтому канву я отрезала и еще такой огромный кусок основы у меня остался в запасах в какой-то момент при работе с этими нитками ниточки здесь не такого качества как уреолис это не как же они называются это ниточки радуга по моему если я не ошибаюсь ну я могу ошибаться девочки вот здесь ниточки другого качества абсолютно другого качества не такие как уреолис и они перетираются утончаются рвутся я вначале брала такую достаточно длинную нитку и это было конечно целое мучение после половины так сказать отшива работы я поняла что ниточку надо брать очень очень коротенькую 15 сантиметров и то эта ниточка даже к своему концу уже да она тоже начинала рваться утончаться поэтому было не очень комфортно вышивать этими нитками у меня был страх что мне их не хватит потому что очень часто в начале когда появилась эта фирма слышалось от девочек что не хватает ниточек и я думала ну вот что же я буду делать если мне не хватит этих ниток где их искать у кого просить и вообще что это будет разные мысли посещали может быть на этом фоне у меня настроение пропало вышивать эту работу ну вот по итогу хочу показать остатки ниток по итогу мне всего-всего абсолютно хватило так как я здесь их перематывала на такие пластиковые бобинки я решила уже ничего с ними не делать пусть так и остается вот просто на ленточку их собрала эти ниточки пусть лежат в запасах ну может пригодятся для чего-то не знаю ниточек которых было совсем мало на бобинке я их просто выбросила чтобы ну куда их хранить а тех которых много вот есть некоторых цветов очень много осталось они будут лежать может быть для каких-то мелочей или поделок пригодятся ну вот факт в том что ниток всех хватило даже несмотря на то что очень много было ну скажем так брака длинные хвостики перетирались нитки выбрасывала все это очень много было здесь скажем так брака лишних ну не лишних ниток а вот бракованных ниток который мне приходилось выбрасывать если бы это мулине при отшиве выбрасываем маленькие хвостики а здесь прям такими кусками приходилось выбрасывать и тем не менее ниточек хватило вот поэтому за данную комплектацию если у кого есть вы можете быть спокойным вам всего хватит единственное с самого начала чтобы не мучиться ниточку нужно брать очень-очень короткую не больше 15 сантиметров учтите вот кстати начинала я эту работу по-моему в 2017 может быть даже в 16 представляете она у меня вот действительно стала таким долгостроем и в этом году она у меня завершилась и этому очень рада что знаете вот такой хвост такой лохматый у меня наконец-то просто из моего списка ушел и на сегодняшний день эта работа мне нравится я вам сейчас я покажу поближе мы ее порассматриваем вот еще что хотела отметить я хотела отметить по поводу основы основа здесь best x вот основа здесь best x первый раз я вышивала на этой основе чувствуется присутствие какой-то синтетики она немножко такая знаете не эластичная не податливая но она свою форму очень прекрасно сохранила не при стирке не при вытяжке не при работе кюснапы рамы абсолютно никакой нет деформации вот она как была ровненькая так после стирочки ровненько она и осталась поэтому функцию она свою конечно выдержала но я никакими маркерами здесь не пользовалась и думаю что не стоит пользоваться маркерами на этой основе так как есть синтетика маркер может вступить в реакцию в с каким-то веществом не знаю и может быть сразу он смоется но по прошествии времени он может поступить поэтому нужно конечно быть аккуратным но каких-то таких нареканий к этой основе у меня нет вот она в принципе она нормально все себя показала вот ну и по итогу работа получилась красивая и мне захотелось даже в этой работе добавить некоторый некоторый шарм в виде шармиков сейчас он поближе были у меня в моих запасах шармики я посмотрела может найду ключик и нашла и вот замочек нашла такой и нашла ключик я разместила вот таким образом замочек я повесила на дверь а ключик у меня наверху на ратуши спрятан вот таким вот образом нашлась у меня еще и звездочка которая могла бы сюда наверное подойти но как-то я ее крутила и туда и сюда она мне показалась лишней я решила оставить просто замочек и ключик вот так давайте посмотрим поближе работу ну вот у нас первый уровень нашего города мы видим здесь фонарики видим различную ковку украшения города вот так такая здесь дверь ажурная здесь столько много бэкстича я не знаю зачем нужно было делать столько много бэкстича на шерсти шерстяными нитками но я все сделала как было по схеме мучилась долго но все выполнила фонарики очень красивые получились интересные вообще бэкстича здесь немного буквально окошки какие-то элементы вот красиво выполнено само здание переходы кирпичики имитация того что как бы краска штукатурка немножко по облучилась да какая-то старина труба такая красивая шпили башенки вот эти вот я дошивала уже последними бэкстич прокладывала флажки очень мне нравятся эти башенки такие симпатичные получились по итогу и добавили как раз вот этого шарма и украшения этой работе вот еще раз вот так посмотрите какая красота получилась вот так ну и вот такие вот у меня здесь стоечки остались вот по такой уровне не знаю много я оставила может и много можно будет всегда закрыть при оформлении я не знаю посмотрю и вот на сегодняшний день у меня даже есть задумка оформить эту работу возможно я ее и отдам на оформление подсобираю еще каких-нибудь работ под эту тематику домики ну что-то в этом духе и все вместе оформлю так ну что еще хотела сказать по поводу этой работы ага эта работа выполнена по дизайну янтарных часов так у меня здесь схемка немножко порезанная но я постараюсь прочитать значит янтарные часы с кукушкой первыми в мире собрали наши ювелиры часы изображенные на фото творения рук калининградского мастера Константина Домичковского и знаменитого часового мастера из Санкт-Петербурга покажу вам эту картинку так работа выполнена по вот этим янтарным часам действительно они существуют если я найду картинку я вставлю картинку этих часов вот и да что нам здесь еще пишут Домичковский работал полтора года чтобы построить не просто красивый кукушкин дом а настоящее произведение ювелирного искусства на создание замка пивуни ушло 600 грамм серебра 30 грамм золота и 10 килограмм янтаря каждый кирпичик из солнечного камня в корпусе черепичка и крыша выпилены вручную под этой ослепительной роскошью скрывается одно из прекрасных творений высокоточный часовой механизм с восьмидневным запасом хода при создании часов нужно было просчитать чтобы при ударе курантов не потрескались тонкие пластины янтаря открывалась любая дверка и волновался на ветру каждый флажок говорит мастер Константин а чтобы проверить прочность конструкции и вес часов более 6 килограмм я даже подтягивался на ней Россия хранит традиции немецких мастеров безупречные в своем исполнении часы с кукушкой воспроизводят и птичий голос и удары гонга исправно оповещая окружающих в начале нового часа сейчас на стене часы с кукушкой находится в экспозиции Санкт-Петербургского музея галереи Янтарный дом проект благотворительный вырученная с продаж прибыль передается фонд Адвита занимающийся проблемами детской онкологии вот и знаете сейчас выполнив эту работу вышив эту работу у меня пришла такая идея ну как бы мысль да вот если бы дизайнеры сделали вот эти часики не в вышивке шерстью а в бисере вот тогда бы да это была бы такая красота представляете все бы сверкало блестело и это действительно было бы ближе к оригиналу оригиналу этих часов и произведения вышивки ну вот дизайнеры фирмы сделали своими руками решили выполнить вот в таком варианте тоже имеет место быть но если кто вышивать бисером и сам делает подбор вот такая вот вам идея можно сделать вышивать эту работу бисером и действительно эти янтарные часы живут у вас дома будут сверкать блестеть это будет очень очень красиво вот такие вот у меня здесь новости ну что я на этом буду заканчивать мое видео надеюсь вам было интересно вы повышевали удовольствие посмотрели на мои творческие здесь успехи большая радость что в этом месяце у меня уже две завершенные работы продолжаю трудиться над моими процессами и надеюсь буду вас также радовать интересными видео а на этом у меня все до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч пока